Андре Кукла Ментальные ловушки Глупости, которые делают разумные люди, чтобы испортить себе жизнь Амплификация и повторение В амплификации, так же как и в ряде других ловушек, нередко наблюдается любопытный феномен повторения Во всех случаях он проявляется одинаково и заключается в том, что, закончив свою работу, мы тут же принимаемся делать ее заново В случае амплификации мы повторяем одни и те же действия, чтобы достичь все большей и большей уверенности в том, что действительно завершили свою работу В конце концов, всегда есть опасность, что мы что-то упустили И даже если нам кажется, что мы сделали абсолютно все возможное, память может и подвести Поэтому мы принимаемся делать все сначала Но абсолютной уверенности нам это не дает Совершенству нет предела, и мы проделываем все в третий раз Повторение – это горизонтально неограниченная амплификация Мы готовимся к путешествию Укладываем вещи в чемоданы, договариваемся с теми, кто в наше отсутствие будет кормить наших домашних питомцев и поливать цветы Отключаем телефоны, проверяем, закрыты ли все краны, окна, двери И вот, наконец, все сделано Но что-то мы могли и пропустить Может быть, мы забыли зубные щетки? Мы снова проходимся по всей цепи сделанного, проверяя один этап за другим Зубные щетки, питомцы, растения, окна, двери Но пропустить что-то можно и во второй раз Точно так же, как и в первый Ситуация практически не изменилась И если нам хотелось перепроверить себя раньше Нам наверняка захочется перепроверить все и сейчас Зубные щетки, питомцы, растения, окна, двери Снова и снова мы возвращаемся к тому же исходному пункту Мы уже едем в аэропорт, а наши мысли несутся по одному и тому же бесконечному кругу Зубные щетки, домашние питомцы, растения, окна, двери щетки, питомцы, растения, окна, двери. Рациональное обоснование такого повторения сводится к тому, что с каждым новым заходом мы уменьшаем вероятность ошибки. В некоторых ситуациях это, безусловно, так. Опасность сделать ошибку в арифметических расчетах значительно уменьшается, если мы повторили расчет и получили тот же результат, что и в первый раз. Но и в этом случае следует иметь в виду закон уменьшающейся отдачи. Каждый новый пересмотр уже сделанного добавляет меньше уверенности, чем предыдущий. Перепроверить все 10 раз, 1 раз или не перепроверять вообще зависит от затрат на проведение такой проверки в сравнении с неуклонно уменьшающимися выгодами. Прежде чем мы начнем снова просматривать сотни выписанных чеков, чтобы найти причину расхождения в 11 центов в нашем балансе, стоит спросить себя, а согласны ли мы проделать ту же работу для другого человека за вознаграждение в 11 центов? Если нет, то разумнее просто вычесть эту сумму из нашего баланса и найти себе более достойное занятие. Далеко не всегда верно, что каждый повтор уменьшает нашу неуверенность, пусть даже на миллиметр. Часто у нас уже есть максимально возможная уверенность. В таком случае повторение ни на йоту не может эту уверенность укрепить. Например, если наши действия состоят более чем из нескольких шагов, то едва ли возможно охватить взглядом все этапы. Когда мы, готовясь к путешествию, собираем свои туалетные принадлежности, то одежда, которую мы уже упаковали, не лежит у нас перед глазами. Нам приходится полагаться на свою память в том, что когда мы занимались одеждой, то уже взяли все, что нужно. Мы считаем, что этот этап работы завершен. Если мы попытаемся подкрепить свою уверенность пересмотром предыдущего этапа работы, то неизбежно потеряем из виду более поздний этап. Максимально возможная уверенность достигается тогда, когда мы вспоминаем, что однажды уже сочли предшествующие этапы работы завершенными. Теперь наши органы чувств не смогут помочь нам прийти к такому же выводу. И с этим ничего не поделаешь. Никакое количество прыжков между ранними и поздними этапами работы не способно уничтожить все остатки неуверенности. Не слишком помогает решение заносить вещи в список или просить кого-то снять весь процесс на видеокамеру. То, что было записано или отснято, можно читать или просматривать поочередно. К тому времени, как мы дойдем до последних пунктов списка, первые уже вылетят из нашей памяти. Мы окажемся в прежнем положении, где нам оставалось надеяться на то, что, насколько мы помнили, все было в порядке, когда это все находилось у нас перед глазами. Список может помочь нам обрести максимально достижимую степень уверенности. Но если такая уверенность у нас уже была, а список мы делаем для того, чтобы приблизиться к порогу уверенности, которую дает непосредственное восприятие, мы попадаем в ловушку. Мы будем читать и перечитывать наш список, чтобы убедиться, что в нем ничего не пропущено. Точно так же, как мы воспроизводили наши действия в памяти без помощи списка. Ловушка здесь та же самая. Изменилось только ее внешнее оформление.